Салем до стар, Болл Каштанов, Минен Каштанов, Реакшн канала Макош, Келди Низдер. И сегодня у нас будет реакция на группу Дагуда Джаз. Вы в комментариях периодически просите, чтобы я сделал реакцию на этих ребят. Так вот, ребят, выполняю вашу просьбу. Но, я так понимаю, группы Дагуда Джаз в таком классическом понимании уже, наверное, не существует. Остались только ребята. Это парни, которые, ну, как бы, наверное, были в первом составе или еще как-то. Ну, Тонир так точно. Кстати, на Тонир у меня есть реакции на канале. Правда, я их давно делал, но если там внизу чуть-чуть покопаться, то обязательно найдете. И песня называется «Потеряли пацана». Она относительно свежая. Сколько там? По-моему, чуть больше полгода прошло. И исполняет ее, как я уже сказал, Тонир и Сиом Ча. Блин, надеюсь, правильно произнес. Ребят, с английским мне это туговато. Тиом Ча. Тём Ча. Тём Ча. Тём Ча. Ёма, Тиом Ча. Короче, Тонир и Тём Ча. Потеряли пацана. Ну, все, давайте, ребят, терять времени не будем. Поскорее приступим к просмотру. Но, по традиции, прежде чем мы приступим, Улькен Рахмет за то, что подписываетесь на канал. А кто еще по какой-то причине не подписался, внизу кнопка. Проходите, прожимайте. И, конечно же, не забывайте включать колокольчик, уведомления. А мы погнали. Пацаны на районе, да? Звук улетный просто. Круто звучит. Тонир. А как же наши партии у Кары на твоей хате? А как же поднять, потратить? А как же наши дворы? Мы хотели полетать, ведь узнать, что подкажем, плачем. Так много дел было, братик. Ну, что же ты натворил? Сколько мне лет задарил, ума головы до зари, что его век никто не в силах на стороны рассадить. Нас не делили, не заборы, не ссоры, никто ссорил, но сегодня ты не брал и не перезвонил. Передай ему, что мы хотели по BW. Первый, кто тарится, было парень. Передай ему, как я забыл, как он выглядит на его, и пусть не пропадает парень. Блин, крутая музыка, крутое исполнение самих ребят. Прям необычный звук, нестандартный рэп такой. Он больше не наберет, он больше не прилетит, никто его не найдет. Потеряли пацана, она его забрала, она его не вернет. Потеряли пацана, потеряли пацана. Вот этот звук вообще шикарный. Современное звучание. Еееее. Вот это рэп. Кто его не найдет, потеряли пацана, она его забрала, она его не вернет. Потеряли пацана. Ну реально, как будто пацаны с района просто зашли на студию и зачитали. Блин, а, ребята. Просто снимаю, как говорится, шляпу. Да шляпы нету перед группой Дагуда Джаз и, в частности, Тонир и Тимча. Тимча, наверное, все-таки. Блин, ладно, короче. Напишите в комментариях. А в русской, как это называется, транслитерации? Транслитерации или транслейте. Короче, как его зовут, я так и не понял. Но, блин, я в восторге, ребята. Это реально песня улетная, кочевая. Ребята двигаются в ногу со временем, насколько я понимаю, в плане звука. То есть, это не такой рэп-рэп, да, как мы, как бы, в классическом понимании этого слова, там, где такой бит олдскульный, качает, надо так вот вальяжно, медленно раскачиваться, качать головой. Нет, здесь просто вообще какие-то больше 140 BPM, наверное, да, если кто знает, о чем я, плюс в чат, как говорится. Современные звучания идут в ногу со временем, с трендами. И под этот трек можно, в принципе, и потанцевать, да, на какой-нибудь вечеринке, я не знаю, там, вписки, туси, как там сейчас у молодежи все это называется. Но, блин, ребята вообще приятно удивили. И, опять же, да, как я говорил, у меня уже есть реакция на Танира, но там такая была более спокойная песня, но тоже, как бы, интересная, так необычно было. То есть, такой рэп, который чем-то доцепляет, но здесь все. Музыка, в принципе, текст, да, тоже потеряли пацана. А кто, как бы, каждый может подумать о своем, да, и свои какие-то ассоциации вложить в эту фразу, потеряли пацана, ну, женился, да, или там, ну, банально там, какое-нибудь несчастье с ним произошло, и что-нибудь там от синьки, или еще от более каких-то веществ, допустим, ушел. Все что угодно можно сюда приписать. Так что, как бы, говорится, этот трек дает волю фантазии, вот так вот, каждому слушателю, кто, соответственно, ее слушает. Танир, насколько я знаю, это вообще динозавры, да, казахского рэпа, то есть, они чуть ли не прям реально одним из первых, кто начали читать рэп в Казахстане, и читают нормально, как бы, так четко, дикция, все есть, ни одного мастерного слова здесь нету, я думаю, многие это оценят, то, что прям все в рамках приличия, и самый главный текст есть, смысл, смысловая нагрузка, нормальная, не какой-нибудь там, вот эта вот новая школа, где там, ну, конечно, новая школа, новой школе рознь, есть тоже, как бы, нормальные ребята, кто просто делают, кто делает тренды. Но вот эти вот ребята, конечно, вообще, просто капитальные красавчики, невероятно прокачался, не ожидал, что будет такой звук, самое главное, ну, и в итоге читка тоже нормальная, прям вообще зашла. Еще буду делать реакцию на этих ребят, ну, будем называть их Doguda Jazz, да, потому что так и не понимаю, как правильно произнести имя второго исполнителя, ну, да ладно, бог с этим моментом, все, Doguda Jazz, короче. Ну, и я так посмотрел здесь, у них 7 миллионов просмотров, буквально за какое-то короткое время, 29 октября. Чего? Октябрь, ну, полтора месяца, что ли, получается, песню вообще собежи. Я почему-то подумал, что уже песню полгода, я, видать, как-то не туда, куда-то посмотрел, когда включал на запись. 7 миллионов просмотров, ребят, ну, это о чем говорит, о том, что действительно, я прав, песня зашла, я так понимаю, абсолютно всем за такое короткое время, 7 миллионов просмотров, что? Так что, ребята, вообще крутые парни, буду еще делать на них реакцию. Так, все, давайте, пишите комментарии, все, что вы думаете по моей реакции, ставьте лайки, кому понравилось это видео, и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписался, по непонятной для меня причине. Камон, ребят, давайте прямо сейчас проходим, подписываемся. Все, давайте, всем пока, удачи!